Давно не играл в танки? Воспользуйся бонус-кодом Amway921, который можно ввести в личном кабинете и получи три уникальных боевых задачи. Всем привет, друзья! С вами Amway921 и мы сегодня вновь собрались с Алексеем Нирью разобраться с новой 49-кой. Почему с Алексеем? Потому что он киберспортсмен, знает все эти ЛТшки, часто очень раньше их использовал и проникся любовью и теплотой. И ни много ни мало, Леш, это твоя любимая ЛТ9, да? Да, да, это моя любимая. Кстати, да, всем привет, друзья! Привет, Паша! Привет! В общем, ну, прокатничный 49-ка, наверное, любит каждый, потому что каким-то образом на стримах постоянно замечаю, что какой танк мне выкатывает? КВ-2, все КВ-2, если не КВ-2, то 49-ку, если не 49-ку, то какую-нибудь бабахалку. Все любят Тунг, который бац, с одного выстрела раз и нанес урон большой, а раз и не нанес. Тоже любят, но меньше. Ну и, в общем, в этом видео мы поговорим про 49-ку именно с этим большим 152-мм стволом с бабахалкой. Про его 105-мм пушку поговорим как-нибудь в другом видео в другой раз, потому что это совершенно два разных танка. Знаете, Леш, совершенно разные играются, совершенно по-разному веселят и тому подобное. Да, абсолютно разные концепции игры, что со стоковым стволом, что с топовым стволом. Ну, как говорится, это как для души, для кого-то Ёлка была, для кого-то Бульдог, для кого-то 49-ка, для кого-то КВ-2. Да, и многие, кстати, наверняка переживают, мол, что-то все ЛТ-шки меняются, как бы мою любимую 49-ку не понерфили, не забрали у нее там что-нибудь важное, оставили там все ее знаковые цифры. Ну, действительно, прикольно, что у танка есть два ствола, как бы. Было бы здорово, конечно, в нашей игре, чтобы некоторые орудия, некоторые танки игрались по-разному, с разным там сетапом, например. А то очень часто топовые лучше, чем стоковые. Ну, в общем, мы отдалились. В общем, что изменилось в патче 9.18 у 49-ки с переездом ее с 8 уровня на 9? Уровень боев, само собой, не поменялся, не поменялись ни единая цифра пробития, разового урона, точность, как была 0.6, так и осталось, соединение, как и было, супердолгим, в 3.6 секунды, так и осталось, и КДш, как и была, 23 секунды чистыми, так и тоже осталось. Что же поменялось? Может быть, что-нибудь улучшилось или ухудшилось? Ну, в орудии самое, наверное, что еле-еле чувствуется, но при этом очень важно для 49-ки, это стабилизация. Вопрос стабилизации в 49-ке был примерно такой для этого ствола, что хуже, короче, танка не было. Отвратительная точность, в любой момент ты, когда поворачиваешь башни, разброс такой, что просто космос. Разлетается все, постоянно сводится, и ты мог наверняка метко выстрелить с вертухи, только чаще всего, ну, подъехав совсем близко к врагу. А если он там бронированный, то, в общем, ну, много деталей, нюансов, даже выбором бывало, промахнешься. Но сейчас у 49-ки по-прежнему стабилизация остается самой плохой из всех уже ЛТ-9, но она стала в целом чуть получше. Имеется в виду разброс от движения корпуса. Он стал немножко лучше, и чуть-чуть это, возможно, чувствуется. Так вот, Леш, чувствуется ли это, или это все гомеопатия? Да нет, на самом деле чувствуется. Вы даже сейчас можете посмотреть по реплею. Если ворочить чисто корпусом и зафиксировать башню, то можно увидеть, как прицел просто супермаленький. Такое чувство, как будто вы играете не на Т-49, а на каком-нибудь объекте 140. Ну, конечно, не настолько все эпично, но достаточно интересно, что я изначально смотрел характеристики Т-49, такой думал, а в чем же причина? Почему же она такая точная стала? А на самом деле все потому, что когда вы двигаете или только башней, или только корпусом, у вас прицел не так сильно разбрасывается. Раньше он был как на артиллере, или такой же, как просто на КВ-2. Нет, это, кстати, не так и просто привыкнуть и как бы, ну, для себя принять, чтобы как-то с этим жить. Некоторые, наоборот, встали и крутят башкой своя, но пусть она долго сводится. Тоже, ну, напомню зрителям, вдруг кто не в курсе, правой кнопкой у нас фиксируется башня, если мы не на врага кликаем, а просто в пустоту, и мы можем выручить корпус налево-направо и сводиться уже, ну, да сводиться, да немножко довернуть башню, чуть-чуть какое-то место, такое более точное видение, и уже иметь возможность быстрее стрелять. Но это тема, к которой нужно приловчиться, не будем, наверное, заострять, потому что оно отнимает фан. 49-ка, танк, который попадает с вертухи на 700 метров, и никак иначе, все эти ваши причуды и должны идти лесом. Что понерфили у 49-ки? Все, конечно же, тоже переживают, потому что, блин, только, пожалуйста, мой любимый танк не нерфите. Отняли немножко максимальной скорости, было 72, передней стало 65, то есть суммарно 7 км в час потерялось. Вопрос к Алексею, сильно ли чувствуется и большая ли разница? На самом деле нет, не так сильно чувствуется, потому что максимальная скорость 49-ки, это не то, за что любили этот танк. Это не случай с елкой, это не случай с барабаном какого-нибудь бульдога. То самое, за что любили Т49, это как раз-таки та самая пушка, потому что тебе нужна достаточно скорость, чтобы ты мог занять нужную для тебя позицию, прицелиться и дать свой такой верный выстрел на косорик, так стабильненько. Поэтому даже скорости в 65 км в час хватает. Главное, чтобы ты ее быстро набрал и быстренько как раз-таки занял ту самую позицию. Вот тут как раз есть хорошие новости, потому что внезапно, но поднятие удельной мощности у 49-ки при переводе на 9 уровень было настолько большой, что уж немножко даже не верится. Вот слушайтесь, раньше было 24 лошади на тонну, а сейчас стало 37. В половину добавили, не на одну там, не на две, в половину. 37 лошадей на тонну это очень быстро. Это охрененно быстро для такого вроде бы как комочка, как 49-ка. И поэтому небольшая потеря максимальной скорости компенсируется тем, что ты всегда эту 65 новую набираешь просто по-любому. Даже в горку, мне кажется, она этого разгоняется. Как лишь по ощущениям, заметно это? Да, конечно, заметно. Но самое важное, что это заметно, когда ты заезжаешь на какие-нибудь вот эти вот самые знаменитые киберспортивные подсадки, подсадки от Маракаси. Потому что там именно решает то, какой у тебя двигатель, то есть то, сколько у тебя лошадиных сил на тонну. Потому что если тебе нужно именно подниматься прям вообще почти такую под вертикальную горочку, то там как раз таки решает двигатель. И 49-ка это чуть ли сейчас не один из лучших танков, горнолыжников таких. Угу, скалолазом, короче, будешь на 49-ке, на нынешней. Ну и последнее, что немножко улучшилось, это добавилось чутка обзора. Раньше было 400 метров обзора. И так, и так, эти 400 метров при использовании оптики, там, вентиляции, кому как, или там колы превращался в максимальный. Но сейчас это сделать еще проще, потому что базовые 410. 10 метров прибавили. А вот это, наверное, позволяет... Вот какие у тебя модули, Леш, помнишь, какие на 49-ке? Наверное, даже можно оптикой пожертвовать. Ставишь, допустим, вентиль и колу, и уже получаешь хороший обзор. Да-да-да, вентиляции, ковы и боевым браслом, в принципе, ты добиваешь максимальный обзор. Поэтому все остальное я сразу же предпочитаю ставить на как можно лучшее сведение. То есть, это у меня идет стабилизатор. И следующим модулям я ставлю усиленные приводы наводки. Потому что досылатель — это не то, что нужно в 49-ке. Тебе важно дать тот самый выстрел. Один, да, не нужно дпмить этот дпм-танк. Тебе нужно дать стабильно тот самый важный выстрел, который ты хочешь, в принципе, и нанести. Ну, давай. Ах, как сочно. Я не мог дождаться выстрела по эстелу. Я тоже с ними ждал просто этого момента. Ну, в общем, 49-ка, он раньше всегда был танк, где можно поорать. То есть, ты в кого-то там бахаешь в картоненьких. А сейчас же, вопреки всем там этим переживальщикам, ЛТшек действительно стало чуть больше, чем раньше. Они все разнообразные, разноуровневые. Но все приятно картоненькие. Всякие скорпиончики, лорак напродавали сейчас в Wargaming. Ох, еще на 800. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот сейчас, да, с немножко улучшенной стабилизацией попадаешь еще чуть лучше, еще чуть быстрее стреляешь, светишь еще лучше, что позволяет тебе сэкономить на каких-нибудь там модулях, которые раньше тратились на то, чтобы обзоры иметь нормальный и светить. Сейчас тоже можно без этого обойтись. И как по мне, вот немножко больше, как там, выкристаллизовалась 49-ка сейчас. То есть, ее типичные параметры получили небольшую прибавку, сделав ее еще более лучшим бойцом. А всякие там неважные, не характерны для нее, ну, типа максимальной скоростной. Ее можно, наверное, было отдать в жертву всего остального. Вот что я думаю. Ну, а бой заканчивается, смачный выстрел по Суперпершу и вывод от Алексея. Давай посмотрим быстрее. Подожди, 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 он такой хороший, бежит. О-о-о-о, нет. Зачем нужна арта, когда есть это существо? Просто сгорела жопа. Еще бы оглушение вешал, вообще бы ненавидели 49-ку все. Тогда можно было бы арту как вас просто убирать. Всех бы ликбиняли чисто на Т-49. Да-да, еще гаубичный прицел, а мы и все, имба. В этом был весь вывод мой. Ну, в общем, фановая 49-ка, друзья, осталась фановой 49-кой, только стала еще лучше, в особенности в ее специфических таких уголочках. Вот что мы хотели вам сегодня рассказать. Спасибо Олешу за бой. Было очень красиво и сочно. Ну, а все ссылки на стрим и нервю на его канал найдете в описании под видео, там можете ознакомиться. Ну и увидимся. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, если было интересно. Всем пока. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok